1 сентября 1939 года в пятницу в 4 часа 45 минут началась германно-польская война. На закате своей политической карьеры Гитлер так скажет об этом дне. Все, что начинается в пятницу, обречено на провал. Виноватой окажется пятница. В первые 48 часов война была локальной и, пожалуй, выглядела как пограничный конфликт двух соседних стран из-за провокационно проведенных международным сообществом границ после несправедливого по отношению к Германии Герсальского договора. Можно ли было тогда избежать пожара Второй мировой войны? Сегодня можно с большой долей уверенности сказать, что да, тогда глобального конфликта избежать можно было. Судьба Польши не особенно волновала правительства Франции и Великобритании. Дело было в том, что, объявив войну на третий день Германии, они сделали уступку общественному мнению, как бы ни звучало странно это сегодня. Анализируя готовность, вернее, неготовность к войне Англии и Франции, надо обратить внимание на громадный разрыв, на некие исторические ножницы между общественным мнением и правительствами этих великих держав. Общественное мнение нередко живет в обстановке устаревших во зрении, ему свойственно некое историческое запаздывание. Эта точка зрения победила, потому что она отмерла. Вот один из законов общественного развития. И осенью 1939 года общественное мнение этих великих держав все еще существовало в обстановке победной осени 1918 года, как бы требуя нового марша на Берлин. А правительство прекрасно понимали, насколько это рискованно и не желало этого. Поэтому ни Англия, ни Франция по-настоящему на Западном фронте войну не вели. И об этом факте мы еще не раз будем говорить в последующих сериях нашего цикла. Но у Германии было еще и новое, невиданное до сели секретное оружие, о котором ее противники не знали. Продолжение следует... Еще 25 августа в гавань вольного города Данцига с визитом вежливости пришел германский учебный корабль Шлезвик-Гольштейн. Устаревший линкор постройки 1908 года был тепло встречен с жителями Данцига. 1 сентября выстрелами из орудий главного калибра Шлезвик-Гольштейна по небольшой крепости на полуострове Вестерплатте, закрывавшей вход Данцигской гавань, началось нападение Германии на Польшу. Польский гарнизон насчитывал всего 182 защитника. До 7 сентября поляки мужественно и умело отбивали по несколько атак в день, выдержали волнообразные бомбардировки пикировщиков Ю-87. Гарнизон Вестерплатте сдался, нанеся немцам большие потери. Это был один из немногих эпизодов, которые не стыдно вспомнить польским военным. Польская армия ввязалась в приграничные сражения с более сильным противником, надеясь сдержать гитлеровский вермахт до получения реальной военной помощи от Англии и Франции. Никакой помощи Польша не получила, а при положении польских войск в линию, при желании удержать все, ничего не отдавать, не жертвовать пространством ради плотности оборонительных порядков, полный крах наступил довольно быстро. Первый этап войны закончился 8 сентября. Группа армий «Север», наступая по сходящимся направлениям вдоль Балтийского моря, из Померания и Восточной Пруссии, в течение нескольких дней установила локтевую связь. Группа армий «Юг» наступала на Варшаву двумя оперативными соединениями с целью окружить польскую столицу. Польские дивизии, прикрывавшие границу, были повсюду разбиты, окружены или быстро откатывались на восток. Началась массовая сдача польской армии в плен и ликвидация крупных и мелких котлов. Уже 6 сентября польское правительство бежало из Варшавы в Люблин. Пока германские войска на полях сражений притворяли в жизнь свои оперативные планы, посмотрим, как реагировал мир на вторжение немецких армий в Польшу. Советский Союз продвижения германских войск к собственным границам приветствовал, надеясь на временную крепость договора с Германией, и выжидал своего часа, чтобы захватить предназначенные ему восточные области Польши. К тому же на Холхенголе все еще продолжались бои с японцами. И было неясно, какие тенденции имеет этот вооруженный конфликт в Монголии – к расширению или к затуханию. Учитывать пришлось в Москве и заявление Японии о ее нейтралитете в европейской войне. В Кремле могли резонно полагать, что Япония готовится к войне с Советским Союзом. Соединенные Штаты 5 сентября, в тот же день, что и Япония, заявили о своем нейтралитете. Президенты правительства и хотели бы помочь Великобритании, но общественное мнение Америки было решительно настроено против участия в войне. 2 сентября после каникул на свое заседание собрался парламент Великобритании. Никогда еще в нем не было столь бурного единения против собственного правительства. После этого стало ясно, что политике умиротворения пришел весьма неожиданный конец. Неожиданный, потому что хорошо выраженный бастион в центре Европы, Чехословакию отдали без единого выстрела, а в защиту Польши решили без всякой реальной надежды развязать большую войну. Франция слепо следовала в русле британской политики, воевать не желала, но и проглотить очередную гитлеровскую экспансию не смогла. Уже 3 сентября Великобритания, Франция, Австралия, Индия и Новая Зеландия объявили о состоянии войны с Германией. В тот же день Гитлер со своей ставкой переезжает в маленький городок Сопот, а первым лордом адмиралтейства назначается Уинстон Черчилль. И немедленно, на второй день после этого назначения, британский флот демонстративно выходит в море. Никаких боевых целей этот поход не преследовал. Так попугать немцев, самим избавиться от страха и сжечь побольше горючего. Горючее-то сожгли, а вот испуга у немцев не наблюдалось. Результативнее был налет 24 британских бомбардировщиков на германский порт Вильгельмсхаффен. 7 английских самолетов были сбиты зенитной артиллерией, особых повреждений в порту не оказалось, но германской пропаганде это дало повод для заявлений о варварских методах ведения войны англичанами. 7 сентября французская армия перешла в наступление в Сааре. Против французов почти не было немецких войск, а те, что были, не принимая сражений, отступили. Захватив десяток деревень и вызвав поток гордости информационных агентств, французские войска остановились. Задаваясь вопросом об очевидности или неочевидности возможного наступления союзников на Западном фронте осенью 1939 года, есть смысл обратить внимание на один очень характерный эпизод, произошедший в августовские дни 1939 года. Уинсом Черчилль, находясь с неофициальным визитом во Франции, изучив обстановку, бросил одну очень интересную реплику генералу Жоржу. Он сказал, да вы же хозяева положения. И действительно, если сравнивать возможности, в первую очередь военные возможности, противоборствующих сторон, то окажется, что силы Англии и Франции как минимум в пять раз превосходили тот военный потенциал на Западе, на который мог ориентироваться вермахт. Но вот здесь вступает в силу одно существенное и часто встречающееся в истории обстоятельство, которое, наверное, и сыграло решающую роль в том, как, каким образом, в каком алгоритме развивались все дальнейшие события. Прежде всего, я имею в виду то, что ни Англия, ни Франция, а Франция даже, наверное, в большей мере, нежели Англия, не были заинтересованы в эскалации военных действий, не были заинтересованы в том, чтобы ввязываться в серьезную широкомасштабную войну. К 13 сентября уже была блокирована Варшава, которую поляки решили оборонять до последних своих возможностей. Но главной целью гитлеровской стратегии было не взятие каких-либо городов или территорий, а прежде всего уничтожение польских вооруженных сил. В итоге для обороны Варшавы удалось сохранить слишком мало полноценных дивизий. На Востоке Япония, используя занятость великих европейских держав в германопольском конфликте, начала масштабное наступление в Китае. Немецкие подводные лодки добились двух заметных успехов. Сначала У-39 торпедировала 14 сентября британский авианосец Арк-Роял, а через три дня У-29 атаковала авианосец Коррейджис и отправила его на дно. Второй этап войны закончился окружением польских армий Поморжья и Познань. Варшава в эти дни еще держалась, но польская армия сдавалась в плен. На этой же неделе состоялась и беседа в Москве наркома иностранных дел Молотова с германским послом фон Шулинбургом. Молотов проинформировал посла об окончании боев на Холхенголе, подписании мирного соглашения между Монголией, Советским Союзом и Японией. Пора было делать сильный ход. Сталин торопился вернуть бывшие земли Российской империи в Западной Белоруссии и Украине. На Востоке он получил гарантии. На Западе дальнейшее промедление могло лишить его земель, зафиксированных в секретном советско-германском протоколе. В 2 часа ночи, 17 сентября, Сталин пригласил Шулинбурга и в присутствии Молотова и Ворошилова объявил о предстоящем походе Красной Армии в Польшу. В 6 часов утра началось вторжение советских войск. В этот день польское правительство эмигрировало в Румынию. Сталин лично отредактировал советско-германское коммунике, главная мысль которого состояла в том, что польское государство показало свою несостоятельность и поэтому не должно больше существовать. На Востоке Красная Армия, как явствовала из официальных источников, будто бы кроме нескольких неорганизованных перестрелок никакого отпора или обороны не встретила. На самом деле город Пинск, например, пришлось брать в ожесточенных боях в течение более трех суток. Приграничный городок молодечно оборонялся польскими частями более 72 часов. Поляки защищались из последних сил. Не было великования местного населения, о чем так заботилась советская пропаганда. Да и объявленные позднее Молотовым данные о потерях, убитых 737, раненых 1862, как всегда в Советском Союзе уменьшены были, по крайней мере, в полтора раза. После того, как СССР вступил в войну, у поляков появился горестный выбор. Они могли выбирать, кому из двух противников сдаваться в плен. В мирное время излюбленный хлеб морализаторов разговоры о нравственности и политике. Политика – это то, что есть на самом деле, а нравственность политики – это то, о чем только мечтают. Осенью 1939 года ни одно правительство в тогдашней Европе не отказалось бы от того способа возвращения своих бывших земель, а Сталин, несомненно, восстанавливал Российскую империю, какой представился Советскому Союзу в отношении Западной Белоруссии и Западной Украины. Приведем мнение Уинстона Черчилля из его меморандума для военного кабинета от 25 сентября. Хотя русские повинны в грубейшем вероломстве во время недавних переговоров, однако требования маршала Ворошилова, в соответствии с которым русские армии, если бы они были союзниками Польши, должны были бы занять Вильнюс и Львов, было вполне целесообразным военным требованием. Его отвергла Польша, доводы которой, несмотря на всю их естественность, нельзя считать удовлетворительными в свете настоящих событий. В результате Россия заняла как враг Польши те же самые позиции, какие она могла занять, как весьма сомнительный и подозрительный друг. Что я имел в виду, когда говорил о секретном германском оружии? Перед самой войной французский генерал Деголь издал небольшую книгу под названием «Франция и ее армия». Главной мыслью этого труда было предсказание того, что приближающаяся война будет не похожа на любую из предыдущих войн. В своем предвидении генерал Деголь оказался в полном одиночестве. В самом деле, одну и ту же сотню танков можно использовать совершенно по-разному. Можно для обороны зарыть эти танки по башню в землю. Можно разделить их на части поротно и раздать в пехотные полки и дивизии. А можно собрать всю сотню в единый бронированный кулак и на узком участке фронта прорвать оборону и оказаться в глубоком тылу противника. Самым главным секретным оружием гитлеровской Германии в начальный период Второй мировой войны был блицкрик – молниеносная война. Нельзя сказать, что эта идея родилась в умах германских генералов. Эту военную доктину разрабатывали военные теоретики многих стран, например, Англии, Италии, Советского Союза. Но только немцы сумели создать все составляющие блицкрикга, все слагаемые молниеносной войны до одного. Блицкрик – это значит внезапность нападения. Даже в условиях уже начатой войны выбор участка для прорыва с максимальной внезапностью для противника. Массирование войск на решающем направлении. Изорганизация тыла противника с помощью диверсионно-террористических подразделений. Максимальный помощь и первый удар. Разгром авиации противника на аэродромах. Стремительное продвижение крупных группировок танков и уничтожение живой силы и техники противника. Все это затаившее дыхание мир впервые увидел на полях сражений в Польше. С первых же дней немецкого наступления Гитлеру как старому фронтовику хотелось побывать на передовой и своими глазами увидеть, как действуют трехглавый танки, пехоты, авиация, механизм Блицкрига. Фюрер был закаленным солдатом окопной Первой мировой. Ему не терпелось убедиться, что Блицкрик – этот новый метод войны – действует безукоризненно и вдохновляюще. Гитлер в психологическом смысле был личностью, легко переходящей от восторга к отчаянию и наоборот. Пребывание в танковом корпусе Гудериана наполнило вождя германского народа уверенностью в правильности избранного пути. Именно генерал Гудериан был самым последовательным сторонником Блицкрига. Подушевление в войсках было всеобщим. Солдаты считали, что они сражаются за освобождение исконно немецких земель. Весомо действовала авиация Германа Геринга. Но взаимодействие авиации с наземными войсками необходимо было совершенствовать. В нескольких случаях летчики бомбили далеко оторвавшиеся собственные авангарды. Германская пропаганда умело усиливала впечатление от успехов. Так в мире создавалось ощущение ужаса, страха перед той скоростью, с какой движутся по дорогам войны немецкие механизированные соединения. Казалось, что в небе и на земле стало тесно от германских моторов. Но это было неправдой. Осенью 1939 года ударных соединений, оснащенных современной техникой, в вермахте было очень и очень мало. Трудно представить себе, что главной проблемой германской армии в польской кампании была нехватка подков. Ибо большая часть немецкой пехоты и обозов передвигалась на конной тяге. И нередко кузнецов и кузницы немцы десантировали впереди наступающих войск. 25 сентября немецкая бомбардировочная авиация произвела первую в Европейской войне массированную бомбардировку по площадям большого города. Устрашению с воздуха подверглась Варшава. Эти развалины были только началом катастроф для многих европейских городов. После разрушительного воздействия с воздуха Варшава капитулировала. Сдача города состоялась в автобусе командующего 8-й немецкой армией генерал-полковника фон Бласковица. В автобусе это, пожалуй, определенный символ новой реальности, решающего вклада механизированных войск. Отдельные очаги сопротивления польской армии, крепость Модлин, Порт-Хель, сражались еще неделю, но в целом для немцев пришло время парадов. И это при формально продолжающейся войне на Западном фронте. Русские и немецкие войска в нескольких местах столкнулись друг с другом по инерции наступления. Не обойтись и без артиллерийской и ружейной перестрелки союзников. Но в целом разделительная линия между Германией и Советским Союзом четко соблюдалась. Немцам пришлось оставить захваченные ими Львов и Брест. Начальник генерального штаба Гальдер счел это большим позором. А Красная армия оставила своим германским друзьям Люблин. В нескольких бывших польских городах состоялись совместные военные парады. В Бресте парад принимали с германской стороны генерал-танкист Гейнс Гудериан, а с советской комбриг Семен Кривошейн. Это слегка пощекотало нервы Гитлеру, ведь комбриг Кривошейн был евреем. Гитлер же полной меры вкусил лавры триумфа во время парада германских войск в Варшаве. Солдаты шли четким пьянящим шагом. Никаких признаков утомительных трехнедельных боев не было видно. Единственное, что омрачало этот сентябрьский день в Варшаве, было то, что большая часть этих войск и техники перебрасывалась на Западный фронт для продолжения войны с гораздо более сильным противником. К их сожалению, победа в Польше была только началом и ни в коем случае не концом. А так хотелось и для многих германских генералов в том числе, чтобы после того, как все бывшие немецкие земли возвращены в Третий рейх, да плюс объединения с родиной фюрера Австрии, о чем мечтать, чего желать, чтобы наступил немедленный мир на Западе. Разумеется, мир под настойчивым диктатом, вобравший в себя всю Центральную Европу, Германию. Из директивы Адольфа Гитлера номер один. Наведение войны от 31 августа 1939 года. Пункт третий. На Западе ответственность за открытие боевых действий следует возложить исключительно на Англию и Францию. Германская сухопутная граница на Западе не должна быть пересечена ни в одном пункте без моего специального разрешения. То же самое относится ко всем военно-морским операциям, а также к другим действиям на море, которые могут расцениваться как военные операции. Желание притормозить активные военные действия на Западе вполне понятное. Германия ведь израсходовала почти все приготовленные для войны бомбы и снаряды. Но что касается мира, здесь уж оставь надежду всяк сюда входящий, потому что в тот момент истории три влиятельных лидера были настроены категорически против мира. Их звали Сталин, Черчилль и Гитлер. Во-первых, конечно, Иосиф Сталин. Он понимал, что несмотря на любые договоры и клятвы, выход Германии к непосредственным границам Советского Союза несет в себе потенциальную угрозу. Поэтому главным для Сталина после крушения Польши было продолжение войны между Германией и западными демократиями, как можно кровопролитнее. А за это отпущенное ему Марсом и Меркурием время СССР полностью подготовится и к отпору любых ограничений, агрессивных действий и к собственным перспективным военным планам. Во-вторых, Уинстон Черчилль, который по той же причине выхода Германии к границам Советского Союза, оптимистически полагал, что на этом потенциальном фронте временных союзников-врагов Гитлер обязан оставить от 20 до 30 боеспособных дивизий. И тем самым Германия все равно будет разрываться между Западным и Восточным фронтами. Черчилль ошибался. Гитлер тогда полностью доверял Сталину, и все боеспособные войска немедленно были переброшены на Запад. Гитлер решил использовать выходы своего положения для организации немедленного удара по Франции. 27 сентября министр иностранных дел Германии снова посетил Москву. Переговоры, которые фактически направлялись с Сталином, привели к полной ликвидации польского государства и установлению диктата Советского Союза над Прибалтикой. Сталин понимал, что у Гитлера руки связаны на Западе, и спешил взять свое, что, как он полагал, ему и следовало взять по праву сильного. Риббентруп в очередной раз насладился балетом «Лебединое озеро». Подписал договор о германо-советской дружбе и новой границе и секретный дополнительный протокол, в котором Литва входила в сферу интересов Советского Союза. Вечером 28 сентября в Москве был пышный прием. Сталин и Молотов произносили бесконечные тосты за дружбу с Германией, за здоровье Гитлера, за нашу победу в Польше и за успехи Вермахта, за мудрого и прозорливого фон Риббентропа. Риббентроп потом с ужасом вспоминал, что тосты так искусно формулировались, что каждый раз не выпить до дна было бы с его стороны служебным преступлением. С основательно болевшей головой министр иностранных дел Рейха отбыл на родину. Параллельно же московским переговорам Гитлер в генеральном штабе дал твердое указание подготовить немедленно в течение трех недель наступательную операцию, цель которой разгромить Францию, поставить на колени Англию. Уверенность Гитлера базировалась прежде всего на отсутствии у французов боевого духа и желании воевать. В этом нам еще предстоит разобраться в одной из следующих серий нашего цикла «Вторая мировая. День за днем». А в завершение обратим внимание на запись в дневнике генерала Франца Гальдера, начальника немецкого генерального штаба. Запись от 26 сентября. Пене Мюнде, записывает Гальдер, ракета дальнего действия будет готова через 3-4 года. Одна тонна полезного груза, максимальная дальность действия до Лондона. Это значило, что на испытательном полигоне немцами в сентябре 1939 года были проведены успешные ракетные запуски. Готовилось секретное чудо-оружие. Обратим внимание наших зрителей на одну реалию этой записи. Максимальная дальность действия до Лондона уходил в историю сентябрь 1939 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова